Приветствую вас, дорогие друзья! Если вы не знаете, что приготовить из тыквы, да ещё, чтобы это было полезно и очень вкусно, нашёлся такой рецепт. Мы, когда впервые приготовили его в прошлом году, были в огромном восторге. Ели и дети, и взрослые. Спешу поделиться с вами. Беру 9% творог 500 граммов и взбиваю его с тремя яйцами, погружным блендером. На измельчение уйдёт примерно 2-3 минуты. Я предварительно приготовила тыкву, 600 граммов очищенной тыквы. Я нарезала кусочками и отварила до мягкости. Тыква должна быть мягкой и легко измельчаться в пюре. Получилось кремовое тыквенное пюре. А для того, чтобы ему придать приятный аромат, один апельсин мою под проточной водой и натираю на самой мелкой стороне тёрки. Жёлтенькую ароматную цедру одного апельсина добавляю к тыкве. Перекладываю тыкву к творогу и всё смешиваю. Запеканка без сахара, здесь хватает естественной сладости тыквы. Добавляю немного ванильного сахара или ванилина. 100 грамм сметаны и всё ещё раз хорошо перемешиваю. На этом этапе, когда перед вами гладкая однородная масса, вмешайте 40 грамм крахмала. Форму смазываю растительным маслом. На дно формы выкладываю клюкву. Затем тесто. Тыква в этом рецепте не чувствуется вообще. Отправляю в духовку на 1 час при температуре 150 градусов. После выпекания не вынимаю из духовки и даю остыть запеканке прямо в духовке. Для того, чтобы серединка запеканки схватилась и не была кремовой. Вот честно скажу, не похоже на запеканку совсем. Это что-то нежное, вкусное, тающее во рту. И только после того, как она остынет, вы её сможете легко вынуть из формы и нарезать. Тыквенно-творожная запеканка подходит тем, кто соблюдает диету. Минимальное количество углеводов делает это блюдо низкокалорийным и сытным. К тому же, она практически не содержит жир, если используется обезжиренный творог. Также такая запеканка будет полезна тем, кто страдает заболеваниями сердца. В запеканке много калия. Для тех, кто имеет проблемы с повышенным холестерином, с избыточным весом. Для тех, кто страдает заболеванием почек и желчного пузыря. Также такая запеканка будет полезна для тех, кто страдает гастритами. Тыквенная запеканка легко усваивается организмом. Отлично подходит в качестве основного блюда для школьников. Для приверженцев – вегетарианство. Она легко усваивается и может стать прекрасной альтернативой перекуса. Творожно-тыквенную запеканку обычно готовят к завтраку или в качестве полдника. Если вы хотите узнавать о новых видео на канале самыми первыми, жмите кнопку колокольчик и подписывайтесь на канал. И тогда оповещение о новых видео вы получите самое первое. А видео на канале выходят каждый день.